Готика, 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 снова Готика. Ну, нам надо пройти, короче, игру. Мне в целом хочется её пройти. Я, правда, уже торчу миллион видосов прошлых трансляций на YouTube. Но, ладно, это дело поправимое. Догрузим. Я на секунду испугался, думал, что я не сохранялся. Потом понял, что я сохранялся в том же месте, где и в тот раз. Ну, где загружался в предыдущий раз. И поэтому картинка настолько похожа. Окей, всё в порядке. Так, у нас сегодня цель сходить к Сардосу. И разобраться там с Галемами. Точнее всего, по пути к Сардосу нам надо было разобраться с Галемами. Пуру-пуру. Больше сейчас уже интересного нечего делать. Мы в основных ключевых местах побывали, а славь, только локация орков получается. Очень странно, что в старом лагере у меня было супер мало квестов. Я, видимо, реально где-то что-то пропустил. И из-за этого не получилось получать тяжелые доспехи именно Стражника. Ну, что поделать. Такая уж готика. Если ты где-то что-то прошляпал, то, пожалуйста, теряешь весь контент. Блин, а что я прыгаю? У меня же миллион банок есть. Набег. Так. Нам... Так, секунду. Надо точно вспомнить. Возможно, ошибся насчет местоположения, куда нам надо бежать в прошлый раз. Нам вот надо, получается, на юг от второго лагеря. Там, по-моему, где-то проход. Прям на юг даже. Прям-прям на юг-юг. Окей. Бахнем в баночку. И понеслись. У-у-у-у. Сюда бы музычку из Банихилла. Так. Как бы опять не пойти туда, куда неправильно идти. По-моему, нам вот так надо идти все-таки. Дорога должна привести нас туда, куда надо. А, даже вот эта дорога. Во! Блин, наконец-то я нашел. Все время не туда шел, в первую очередь. Интересно, мы добежим за две минуты. Ну, если не отвлекаться, естественно. Ну, то тут не прибежать или... Да ладно, не будем рисковать. А, нет, туда бежать... Да, мы там в тупик придем, если бы мы пошли прямо по той тропинке. Так, и не сюда, а мы туда. Не, что-то за две минуты мы не добежим. Ой... Паркур. Готический паркур. Ой... А неплохо получается. Так, вот по-моему, по-моему, вот сюда... Опять эти ветки невидимые, которые останавливают нашего главного героя. Интересно, вот это местность здесь рельефная. Для какой цели? Выглядит так, что здесь можно позабираться куда-то. По-моему, тут ничего нету. В плане каких-то вещей. Так, вот тут должно быть два орка, если я правильно помню. По-моему, по сути, мы должны их развалить, просто нефиг деть. Ой... Нет, стоп. Ну, может, и не так, нефига, вот. Это сложнее, но проще, чем было раньше. Немножко нас потрепали, конечно же. Еще тут полежался. Тебя не было, тут. Ну, болят, прям на яичах разваливает. Так, нам вот сюда пойти. Или стоп. Башня в Сардесе вон стоит. Просто надо вспомнить, куда точно надо идти. Так. Ну, очевидно, не совсем сюда. Хотя... А, нет, стоп. По-моему, это эта дорога. Да, все правильно. Вот по этой дороге нам надо идти, чтобы вот как раз к первому голему сейчас попасть. Фига, лечит. Пять одной стрелой, что ли, убил? Что за прикол? Что там, блин? Я же никогда не играл в лучшенька в пироготике, поэтому не могу помнить такие моменты. Очевидно. Так, по-моему, здесь еще место было. Или... Или не тут? Или тут? А, да, вот тут. Нет, стоп. Нет, не тут. Где-то был проход еще. Типа... Между скал в утаенное место, скажем так. Оп. А вот это, кстати, попасть не чуть-чуть. Но... Впрочем, не особо. Плати. У меня же есть истер. Вот он. Это он же, но воплоти. Так, я иду назад опять, а? Что я делаю? Опять растягиваю хронометраж бесполезными действиями. Я вернулся, блин, туда же. Ну, камон. А где тогда это место было? Ты путаешь, что ли? Ну, разве не тут? Похоже, да, я что-то напутал. Я что-то напутал. Короче, это было не здесь. Молодушки. Зря потраченное время. Не, ну, мы можем сократить здесь. Пункт. Ну, хотя бы с UnionPatch'ем он стал залезать нормально наверха. Так, нет. Мы не будем здесь сокращать. Оп. Второй боевой топор. Эликсир, значит, надо похилиться. Короче, у меня предложение проверить просто из интереса. Она тебя не продамажит, да? Нет. Нет, не продамажит. Ну, и черт с ним. Ну, эту оговорочку я с самого начала выносил, что тех, кого нельзя убить иным способом, кроме как того, который задумали разработчики, мы будем убивать так. А-а-а, чё так плохо? Чё за прикол? Это чё, шутка, что ли? Ну, ладно, поговорянь, чё ж. Ну, ладно, к следующему не прийти. Блин, вот это он стащил. Чё за комбин? Чё-то перестал убавляться какой-то. Э-э. Шо, что я вкачал одна ручка? Ща бы, было бы неприятно. Его проповырять без кольцов вообще. Точнее всего, наверное, нереально так. Ах ты ж говнюк. Ах ты ж говнюк. Совести у него нет. Так. А у меня чё-нибудь там на силу-то осталось. Давайте хотя бы силы добавим. Ну, впрочем, почему бы и нет. Да, впрочем, почему бы и нет. У нас уже должно быть побольше дамага, входящего у него. О-о-о-о, ничего себе криканило сразу как. О-о-о, дело-то пошло. Изи. Так. Это нам больше не понадобится. Это сердце побежденного в бою голема. Оно обладает силой швырять противника через воздух. Там, по-моему, чтобы его использовать, надо, типа... А, нет. Миллион маны. А на что-то там было, там миллион маны. Там, по-моему, вообще задумка была... Предполагаю, что задумка была, что... С первого поверженного голема можно вот полкнуть вот это сердце. И им развалить следующего. И так далее. Ну, может быть, я ошибаюсь. Давайте проверим. Так. Шляпа. Шляпа. Кулак ветра. Вот это... Вот это то, что с него падает. Кулак ветра. Магия природы. А ледяного голема вовреждает магия молнии. Нет, стоп. Магия огня ледяного, а магия молнии огненного. Значит, использовать вот это мы против ледяного не можем. Но, по идее, должны против огненного. Вот так. Давайте проверим. Отъедем, так отъедем. Ну, походу, не можем. Хе-хе. Хе-хе. Спасибо, что меня на свал. Ладно. Тогда я фиг знаю, зачем это надо. Так. Убираем. И включаем фаерболы. Я надеюсь, что мне хватит. Трех. Его раскидать. Если нет, то это будет печально. О, хватит. А-а-а-а. Черт. Влипли. Нет. Дай пока вставать, чувак. Ну, дай пока вставать. Ну, просто жесть. Он просто шансов даже не дал. Так. Ну, значит, надо кастануть. Отбежать. Кастануть. Отбежать. Ну, по крайней мере, мы понимаем, что двух хватит, чтобы его развалить. Кастануть. Кастануть он, конечно, вечность. А-а-а. Че, не знаешь, что делать? Дел? А-а-а. Не ожидал. Говнюк. Блин, о том, что он быстро кастануть. А я кастаю медленно. Э-э? Чего, сколько у него хп осталось, можно, наверное, и быстро кастануть. Э-э? Э-э-э-э-э-э. Во, по-моему, для частиц он пишет, что надо, типа, 9999 маны. Ну-ка. Да. А, даже не 9000, а 480 маны. Можно вот посейвиться, наколдовать нам ману. И попробовать использовать. Я надеюсь, что через Марвин можно наколдовать, типа, ману. Мне вот еще интересно, Огненного-то вот этим можно победить? Или нет? Типа, не... Неужели вот эти алименты из Горюмов не могут, как бы, друг друга разваливать? По идее, должны. Ну, чё это за прикол? Ему вообще пофиг на магию эту... На магию льда. Ну, ладно, давайте молнию-то в него швырнем. Ну, это супер нелогично. Прям вообще супер нелогично. Почему я не могу использовать магию упавшего голема, чтобы убить другого голема? О, вообще фига. Оооо... А, нормально. Так его добьешь? Жесть. Это одной... Одним кастом. Ммм... Прикольная штука так-то. А, у этого нету частицы. Интересно, что частица только с этого упала. По-моему, до этого я и с остальных двух лутал. Может быть, ошибаюсь. Путь к Сардасу открыт. Сардас, это вы? А то он нездорово выглядит. Ооо... 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 Прекрасное зашел. Эк. Кто это у него здесь? Тупик какой-то. Ооо... Ой, здравствуйте. Я тут у вас немножко покручусь. Кто говорит со мной? Так это ты говорил со мной? Как? Как тебе удалось проникнуть в мои мысли? Ооо... Что ты есть? Слуга своего повелителя? Ты похож на порождение ада. Ооо... Хочешь, чтобы я звучал? Озвучка гениальна просто. Я считаю это... Просто 10 из 10 язвучка. Прям отыгрывает идеально. Послушай, твоего повелителя случайно зовут не Ксардас? Ооо... Ооо... Ну хорошо. Имена не играют роли. Ладно. Просто мне кажется, что это и есть башня Ксардаса. Интересно, что камера повторяет движение его крыльев. Ну, точнее всего, как? Он машет, и камера тоже дергается. А, нет, она типа к нему привязана, судя по всему. Когда он вверх поднимается, то и камера поднимается. Мне нужно поговорить с твоим повелителем. Ооо... Не доверяет мне? Что за испытание? Ооо... А, я понял. Тот, кто хочет поговорить с твоим повелителем, должен прежде доказать, что он этого достоин. Или сказать, что это было доказательство. Победа над чем? Победа над стихиями. Ооо... Лед, огонь. А? А как ты сюда мог попасть до того, как развалился? А что? Или типа тот проход, который... Ну-ка. А... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ огненного разводить ледяного может быть так вот сердце каменного голема про странно что он верно про жительные доказатель говорит о том что не надо развалить при этом я и шел через это сердце ледяного голема может служить доказательством двойственность второе доказательство осталось еще одно как насчет сердца огненного голема совершенство блин а как все-таки правильно выдерживали голем или голема если ли это правило и поговорить с твоим повелителем прямо сейчас в андрейчик он бы точно рассказал что про чем это ты на руна для меня в таком случае я принимаю телепортации вот это да какая милота смертный кто я ладно я иду куда иду до страны какой ой здрасте а вы что тут делаете отдыхаете ладно не буду вам мешать вы не против если я тут осмотрюсь в складских помещениях к сожалению сундуке ничего не было у вас хозяин ничего в сундуках не хранит я делаю телепорт так а мама на него надо или не надо болен он не телепортирует это жук еще и сумма на устрате так вот это жмыхнуть может вот а это у нас что незакрытые сундуки жалко что у них ничего не было а тут и тут ничего как же так блин а где он странички-то перелистывает скучно как будто вот рядышком был думаю во второй готике вот такого подъема нету по лестнице там вроде бы сделали просто этот как же называется то блин забыл как называется эта лестница которая по кругу идет наш кем-то там умным словом называется кто посмел отвлечь меня от моих исследований я не желаю не зову это несущественно куда важнее то что за долгие годы ты первый кто сумел разгадать загадки моего голема а были и другие их было немного и когда они надоедали мне я ознакомил их со своими сверхъездами естественными созданиями похоже ты ценишь свое уединение меня прислал сатурас нам нужна твоя помощь маги воды хотят использовать свои запасы руды решение кроется не в этом не в этом нет все маги огня мертвы их убил гомес это меня не удивляет тупые мясники варвары в замке им нельзя было доверять помогая гомезу захватить власть користы и остальные сами сунули голову в петлю говорят что так называемый спящий на самом деле является злым демоном это выяснили члены болотного братства маги воды уверены что вся колония находится под угрозой это опасность больше чем может себе представить любой кто находится внутри барьера если взрыв железной горы не предотвратит угрозу забудь о руде она не в силах обрушить барьер если бы користа и сатурас не тратили свое время на решение пустых и никчемных вопросов все эти годы сейчас они бы знали то же что и я что именно ни один из двенадцати магов не прекращал ломать голову над вопросом почему они не в состоянии контролировать барьер и почему он разросся до таких гигантских размеров капец он разваливает их просто жесть чуваки уже отъехали он блин никакого уважения не проявляет просто их разваливает и ты нашел ответ ну ясно одно ответ находится под городом орков город орков орки вовсе не звери как думают большинство людей их культура насчитывает столько же лет сколько и человеческое несколько веков назад пять орков шаманов призвали древнего демона в надежде что он поможет им победить всех врагов этот демон это и есть спящий это имя орки дали ему намного позже но я не скажу тебе почему они его так прозвали и почему сейчас это сверхъестественное создание внушает им такой ужас это еще почему он не скажет не скажешь но почему я думаю что ты можешь быть нет для того чтобы убедиться в этом окончательно я дам тебе одно задание какое слушай внимательно орки изгнали одного шамана из города а ты не мог сразу же дать побольше водных чтобы я не задавал вот ряд этих вопросов за что они изгнали его когда один из моих демонов пытал оркского воина тот уже умирал и был не в состоянии ответить на этот вопрос какое отношение этот шаман имеет к моему заданию он расскажет тебе вторую часть истории о спящем едва ли шаман орков захочет говорить со мной ты хочешь чтобы я помог тебе или нет вообще-то да но тогда больше никогда не подвергай сомнению мои слова найди шамана он не слишком ладит со своими сородичами из города орков так что возможно он выслушает незваного гостя прежде чем превратить его в живой факел звучит обнадеживающе где живет этот изгнанный шаман отправляйся на восток к старой крепости ты не заблудишься она стоит на вершине горы и ее видно издалека в нее можно зайти на самом деле от старой крепости остались лишь обломки стен она была разрушена еще несколько десятилетий назад я добьюсь ответов от этого шамана мой слуга уже отдал тебе руну телепортации в любой момент она перенесет тебя в пентаграмму которая находится в нижнем зале у тебя не будет проблем с возвращением окей у меня не будет проблем с возвращением сюда но как вашу дивизию отсюда уходить то как как он предлагает отсюда уходить там вот там вот внизу только нижний зал из которого нет ни окон ни дверей ничего нет то есть выходить отсюда надо вот реально отсюда вот отсюда но как внизу если вот подойти прямо снизу во-первых земля во-вторых во-вторых очень мелководный а очень мелководная запруда скажем так то есть в нее если прыгнуть ты все равно разобьешься и это очень странно типа вот как как вот мне уйти допустим мне не дали никаких свитков волшебных телепортаций и прочего что мне делать что я не понимаю я даже у него спросить не могу чего мне с этим делать как как мне покинуть его обитель прыгаешь падаешь на землю если разбежаться если повезет то ты падаешь на землю если повезет сейчас секундочку оп ты падаешь башкой бревна можно пробовать в эту сторону оп ну и башкой бревну и поэтому у меня большие вопросики вот я может быть не хочу телепортироваться куда-то в другое место потому что мне ближе отсюда дойти до орка так а вот это уже интересно кстати а вот это уже интересно ну-ка окей окей здесь такой вариант но почему-то я более чем уверен что это не так было задумано то есть это не то как разработчики планировали что люди будут покидать крепость крепость башню башню ксардаса потому что блин ну это странно очень странно выглядит залезть вот на вот этот уступчик на который я раньше никогда не залезал и потом прыгни с рога я очень сомневаюсь что так типа задумывалась а если задумалась то это максимально странно максимально странно может это супер не очевидно может это супер не очевидно бутылку мы пить не будем потому что здесь меньше двух минут как бы так у меня резко затупо началось а все нам ниже нам ниже надо спуститься да блин ну убейся еще ну не зря купили миллион банок по-моему тяжелый арбалет это самый мощный арбалет или нет или там потом или там потом в новой шахты будут чуваки у которых был арбалет получше не помню сейчас то что двуручное оружие есть мощнее это факт сейчас у арбалета пенантом кастует арбалет сейчас 90 ну почти наверное это все таки самый мощный арбалет а чуваки бегу я бегу держись держись я щас я щас приду болене тут себе проблем сотворил для прохода чуваки помогаю как могу бегал он толстый блин вообще грустно что их так лава пробивает у меня значит могут быть проблемы дальше а так где его так ладно должен благодарить незнакомца да ладно не прогрели и хотели убивать меня старые братья теперь враги кто ты имя курсак быть сыном духов люди зовут шамана откуда ты знаешь наш язык курсак был раб людей в шахте убежал много зим назад убежал ты был рабом в шахте какой шахте шахта под деревней в лощине почему твои братья напали на тебя курсака не любят запятнал веру в кружака считаю кружака плохим демоном кто это кружак люди зовут спать ты имеешь ввиду спящий да люди говорят спящий что тебе известно про спящего быть пять братьев много зим назад быть сыном яме духов как уршак ты хочешь сказать пять шамана позвали кружака хотели победить клан врагов пять братьев построили храм под землей для кружака подземный храм спящего вот что имел ввиду ксардас когда говорил что вход в храм находится в городе орков что случилось в подземном храме братья отдали сердце кружак но кружак быть плохой кружак проклял всех кто строил храм у братьев нет сердца чтобы быть мертвыми или живыми стали тем и другим теперь у кружака есть сердца братьев в сердцах есть сила кружака что стало со строителями храма кружак проклял всех строителей тоже все стали живые и мертвые и то и другое неужели оставшиеся на поверхности орки не предприняли ничего они запечатали храм братья поклоняются кружаку кружак получает жертву и не становится плохой кружак думал что жертва это плохо говорил братьям что кружак плохой братья не хотели слушать братья сказали кружаку уходи братья что ударили уршака мне нужно попасть в подземный храм ты можешь провести меня туда уршак говорит спасибо незнакомцу незнакомец спас уршака но вход в храм быть дома уршак не может идти домой понимаю ты думаешь что тебя не пропустят в город орков блин вот этот чувак озвучен прям классно то есть вот эта вся история она классно сделано классно озвучено неплохо переведено правда я не помню точно оригинал но хорошо звучит классно диалог прям кайфовый ты можешь показать мне город орков на карте дом уршака быть там где карта пустая незнакомец дает карту уршак рисует карту ну окей вот это странно почему он рисует с такими звуками спасибо и похоже прорываться туда придется с боем дома братья очень сильные братьям быть очень много незнакомец не ходи много воинов незнакомец умрет да не боись разберемся незнакомец горится и умрет ладно ладно но мне действительно нужно попасть в храм уршак знает путь незнакомец наденет улу-мулу улу-мулу что такое улу-мулу быть знаком дружбы братья уважают улу-мулу незнакомец наденет улу-мулу и не умрет где же я возьму эту улу-мулу незнакомец пойдет к другу уршака да друг уршака даст незнакомцу улу-мулу незнакомец наденет улу-мулу и не умрет да да не умрет я понял где искать твоего друга друг уршака у людей в шахте друг не убежал с уршаком друг тогда был болен и ты был в плену на старой шахте уршак не понимает ты был рабом в заброшенной шахте уршак не знает такого слова тебя держали в свободной шахте уршак быть рабом в шахте под деревней в лощине уршак думает что люди называли ее так спасибо тебе за помощь уршак благодарит незнакомца незнакомец спас уршака незнакомец и уршак теперь друзья уршака друг получит подарок возьмет талисман уршака талисман защитит его от дыхания огненных ящериц уршак не может идти домой уршак теперь живет здесь друг придет когда нужна помощь ловлю тебя на слове отлично поиск улумулу так где улумулу это ладно в одной из людских шахт учитывая что осталась всего одна мы знаем в какой это шахте вопрос надо мне к сардасу сходить или нет давайте сходим почему бы нет это нарисовал да дорисовал молодец давайте сходим к сардасу оттуда уже получается мы идем в новый лагерь оттуда идем в шахту болен опять по лестнице подниматься винтовая лестница во вспомнил винтовая лестница пуф здесь по моему в второй части винтовая лестница вот в этот вот в это место то есть там не вот по такой лестнице поднимаешь ну то есть ты можешь сюда подняться и вернуться и выйти из башни вообще я добился ответов от шамана орков ну так говори же пять шаманов призвали спящего и выстроили для него подземный храм вход в который находится в городе орков все верно но демоны не знают благодарности и спящий вырвал их сердца и обрек строителей храма на вечное служение ему в облике нежити хорошо очень хорошо орки запечатали храм и начали приносить жертвы дабы умиротворить демона нашел ли ты путь ко входу в храм да есть орк который избавь меня от подробностей отправляйся в подземный храм там сокрыт наш единственный шанс уничтожить барьер но я не понимаю не ты ли взывал ко мне о помощи желая уничтожить барьер это так но так иди же мы и так уже потратили в пустую немало времени сардас ты говнюк отправляйся в подземный храм и найди там ответ ты говнюк сардас веди себя попроще камон магов сначала троллил надо мной теперь издевается ужас что за чувак прикольно когда ты репортируешься они такие разбегаются типа ой нет мы тут нет своими делами занимаемся нет 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 все хорошо мы тут не бездельничаем мы мы читаем вот книжки и все все хорошо ну 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 что что все все не так как ты думаешь пойми дело не в тебе дело хотя нет в тебе все не так как ты думаешь о чем это ты он должен знать как взорвать железную гору железная гора она уже очень высокая найди ксар что нам нужна его что это за диалог так смыслей подожди чувака ты почему не сказал ему что ты нашел сардас это чего приветствует а надеюсь что подожди рад что ты пришел ты чего не хочешь ты ждал меня зачем горн просил отправить тебя к нему что случилось у него есть план как он по-прежнему охраняет вход до прошу тебя пока окей без проблем сходим к вашему горну ну кей да не полезного ничего нет супер полезный бесполезный чувак так раз он там значит тут он не тут и бьезом это все арту тебе зачем он считает огня при 20 неплохо удар тут положился реально ртуть жесть вак опасен здравствуйте привет я думал это выяснили еще очень давно у меня почему можно пройти я что не весь еще реализовал болотник погодите но у меня же вроде больше нет болотника ну кроме вот самой растительности я могу продавать за 10 монеток хочешь болотника к словам принеси еще окей ладно это был последний оказывается это выяснили начаться вéral или я бегу подожди меня не нападаем а мне кажется щас щас нам насуют прям по По жести. Мы будем делать все незаметно. Будем снимать врагов одного за другим. Это может сработать. Ли просил меня передать тебе кое-что. Ты был избран для этого задания как один из лучших наемников. Я пойду с тобой. Вместе мы сможем сделать это. Это первый шаг. А второй? Как только шахта снова будет у нас, мы начнем искать проход в горах, которым воспользовались люди Гамеза. Когда этот путь будет отрезан, ситуация снова будет у нас под контролем. Понимаю. Почему вы выбрали именно меня? Ты уже не раз доказывал, что тебе присуща одновременно и трезвость ума, и бесшабашная храбрость. Помимо этого, ты знаешь старый лагерь и его стражников лучше, чем кто-либо из нас. Ты лучше всех можешь справиться с этим непростым заданием. Ладно, пойдем покажем непрошенным гостям, на что способны свободные люди. Ничего другого я от тебя и не ожидал. Вот, возьми этот ключ. Он от двери караульной у входа в шахту. Зачем он мне? Защищайся! А ты че драться со мной собрался? Так че, идем? И че? Ты че мне одному идешь, че? Мы идем. Ну не спеши. Да, чуть не забыть. До отхода с тобой хотел поговорить один из воров. Тогда я лучше пойду. Хорошо, я буду ждать. А ты не мог раньше это сказать? Блин. Вновь придулит. Назад. Эпец. Эпец! кто ты прикинемся дырочком я делаю да ничего себе не нужны хорошим успехи хорошие доспехи и теперь один из нас я могу продать вообще все тяжелый доспех вор для назине ну такой фигня мне не надо горн сказал что ты хотел срочно поговорить со мной рад что ты забежал прежде чем уйти прежде чем уйти куда в нашу не такую уж свободную шахту и чего так жил да у меня черный сиденья сделать абсолютно перевода новый доспех о и как же пластины панциря ползунов самый прочный материал из всех что мне приходилось видеть я разумеется говорю не о тех маленьких беззащитных тварях что обитают в шахте у гаммеза не другие куда более опасны нашей шахте панцире у этих тварей практически не пробиваемые если бы ты принес мне несколько таких пластинок я бы сделал из них доспех как снять эти пластины с ползунов это довольно легко черные пластины крепятся к телу только по краям берешь любой острый клинок и вырезаешь пластину по конту ладно понял пойду охотиться на ползунов по окнел идем разваливать ползунов я собираем сделаем себе классный доспех из ползунов клеем его слюнами ползунов и будем непобедимы а чего ребята вообще пойдете мне помогать или вы будете здесь и отправлять настало время иди вперед ты один пойдешь может быть ребят взять с собой не не ну окей конечно если ты уверен что мы справимся вдвоем против стражников пары во лагере которых наверно больше чем один но не спеши не спеши а мне так чтобы мы должны были что-то быстро сделать так господи ты куда пропадаешь то ну жеваный крот я потолкнуть с кем приходится работать ужас оказался адекватным человек чего берегись они охотятся стаями как орхи но их укусы будут пострашнее мы должны избавиться от них и меня знаешь я не люблю оставлять врага за спиной около еще даже никого не увидела ты уже что-то паникуешь стёры постеры спасибо что помог не на него можно положиться очевидно блин куда он делся то опять просто убежал уже капец горным давать им не будешь не расстраивать ну хотя бы топор достал уже неплохо уже что-то попытался сделать так мы не сейвелик 100 лучше лучше не прыгать лучше не прыгать он опять задумается начнет потеряется своих мыслях да что ты от меня хочешь ты видишь эти тела иди ко входу в шахту а я останусь здесь и прослежу за тем чтобы никто не напал сзади я подойду когда ты спустишься ты гонишь туре если меня развалит интересно конечно такой но я останусь здесь а ты иди разбирайся с ними может быть позже я подойду и помогу а может не подойду не помогу так пошли одни не бы корда собой взяли кипец чему логика но если я не ошибаюсь они все стоят у входа поэтому пока нам ничего не угрожает даже можем поспать не то чтобы нам это было надо просто закрыл сундук с ни с чем кто-то ну ты чё кадра сундука не был хребок хребков ты за что так жалко что скрипка такой сложный замок на сыр и яблочко ну окей сыр и яблочко достаточно важные вещи которые действительно нужно хранить за замком окорок тем более надо хранить за закрытым замком ну а рецепты и тем более потому что надо же знать как приготовить окорок не я даже прочитаю эти рецепты день вообще рецепты бальзам прозрение а это рецепты неготовки положи на глаза пациента желчь эта секреция источает горечь наложение горечи на глаза заставляет пациента обратить на нее внимание задуматься что делает его мудрее он учится видеть горечь и знания абсолютно несовместимы они являются полными противоположностями слезы страдания и разочарование горький но знание и мудрость всегда способны утешить любую боль горечь и знания альтернативны где есть горечь там нет знаний а где есть знания там не может быть горечи глубоко но на всякий случай не надо класть желчи на глаза это ничем хорошим не закончится а думал кто-то стоит а это руда мимикрирует под наемников не знаю я это все собираю нам все равно это уже не пригодится у нас все есть деньги у нас есть а тут открыто стран кто-то забыл спрятать свой окорок звучит конечно не неоднозначно забыл спрятать свой окорок век окей можно идти разваливать это я по-моему живу туда него прошел на сейчас по нам по идее должны открыть огонь а хотя нет не по моему в диалог сначала зайдут а после откроет огонь а ёшкин крот отпусти меня сколько их тут трое шансы конечно же есть это только посмотри это один из шакал говню который меня с меня деньги требуем неудачниками тогда бы ты до сих пор мог быть одним из нас даже та руда которую ты заплатил мне за защиту теперь тебе не поможет ты взорвался тебе не стоило нападать на меня и тем не менее все получилось как нельзя лучше этого тебя уже не изменить поверь и парни взять его с мечом с мечом было сложнее в смысле не с мечом а с оружием ближнего боя здесь было сложнее просто офигеть короче ранжово оружие на решает намного лучше и милишного здесь я реально думал что будет наоборот что с ранжовым будет тяжелее до тяжелая бред походу сама мощная самый мощный бред который можно достать ну окей сейчас мы тогда барин станет от труды сейчас мы залутаемся зайдем шахту и на этом сегодня закончим до короткая кусочек но в принципе мы поделали много всего ну как много всего ну мы сходили к саду поговорили с шаманом разобрались ну не с бандитами с чуваками из старого лагеря попали в шахту почти попали в шахту серьезно у меня 180 банок на 70 хила офигеть окей сейчас заходим шахту там во первых правда надо было сначала развалить чуваков ну что не сразу же нападают и на этом уже бомб селиться а ах вы жопы блин я не посылался реально вот я дурак тебе да ты зарвал и тем не менее все получилось как нельзя лучше этого тебя уже не изменить поверь парни я пропустил диалог она вас на нас на нас окей ну сейчас перед входом посылимся потому что там шахте реально немного жестковато сразу же встречают а те может быть и черт может быть в этот раз получится лучше а самое главное развалить этих арбалетчику о не забыл лишь кольцо это дурацком одет на силу и получше надо было сначала развалить арбалетчиков а после уже чувака который будет бить меня в мили потому что скорее всего он будет бить немножко слабовато в атаку слушай а может и не слабовато будет бить отлично развален кидать туда их сразу полутаем горных не знаю откуда убежал прежде это горн стоит нет и стражник и нет 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 он вроде или нет ах ты ж говнюк еще один не нападет чем стражник по сразу всех и золотать не забыть они не потерялись мы пропали никуда всяко бывает готика не понял горн ты куда делся и вниз что я десантировался а это что такое лежит а это гриб похоже о привет горн там занимаешься помогаешь ты полезен дуб используем ничего себе тоже тут ступ то обронил окей туда поднимаемся наверх охранимся у входа чтобы в следующий раз красивее начинать когда на следующий раз у нас приключение в шахте возможно завтра оп окей у горна нет шансов ко мне попасть ладно пусть бегает спасибо серия была короткая но не каждый раз большие записывать и такая сойдет я пока я пока